Добрый вечер! 10 ноября 2022 года. 40 лет назад умер Леонид Ильич Брежди, пятизвездный генсек. Сейчас его образ романтизируется, и понятно, почему это делается, но я-то жил в это время. Конечно, если сравнивать его с тем же Черненко, который ему наследовали с Хрущевым, который был предшественником, то Леонид Ильич сдал все зачеты. Но Пьесе совсем не о том. Именно при нем закладывались все коррупционные схемы, и вот эта его утрата пульса и непонимание, что надо государственный дискурс корректировать, как, кстати, делал, допустим, Сталин и, между прочим, Игорь Рыбачев. Я не говорю, что они лучше, чем Брежнев, но они корректировали дискус. При Леонид Ильиче он оставался прежним, Сталинским, а реалии были совсем другие. Я здесь не буду повторять целую книжку, про это дописал Брежнев, почти танкист. Опять же, Песли со всем диатом. 10 ноября, много лет назад, я дебютировал в этот день по программе «Взгляд», о чем нисколько не жалею. И там, в частности, было интервью с Андреем Брежневым, внуком Леонида Ильича. Ну, по тем временам это было как-то так. Сейчас посмотрел ни о чем. Тем не менее, оставлюсь здесь. И при Сталине при Брежневе было модно переписывать историю. Ну, то это был краткий курс ВКПБ или «Бессмертная трилогия». Сейчас из школьных библиотек изымаются труды Брежнева, Суслова, Черненко. Кстати, в фото-журналистике есть даже такой термин «пальмирование». Он возник по прецеденту, когда, так сказать, политические лидеры, которые уходили с нашей арены благодаря усилиям лидеров, я, прежде всего, говорю, естественно, о Сталине, естественно, на исторических фотографиях, которые должны были так или иначе функционировать и показываться в учебниках и так далее, их убирали. Причем прецедент был таков, что ставили пальму в катке. И возник термин «пальмирование». Если ты помнишь, вот фотография Горький на съезде Коминтерна в Ленинграде, он опирается на... На колонну. Нет, не на колонну, на пальму. В том-то и дело, он опирается на пальму. А в оригинале он опирался на колонну, около которой стоял Николай Иванович Пухарин. Так что «пальмирование». Понятно. Ну вот, мне кажется, что вот эти изъятия из школьных библиотек, о которых я говорил, это не попытка ли это снова как-то пальмировать общественное сознание, и не является ли это, в общем-то, нарушением демократии, которой пока у нас, в общем-то, в стране нет. В общем, я к чему весь этот разговор веду? Семь лет назад был отменен традиционный концепт, посвященный Дню милиции, 10 ноября. И не потому, что умер тесть тогдашнего шефа советской милиции и вице-министра Чурбанова, а потому, что умерший был, я сейчас процитирую газету тогдашнюю, верным продолжателем великого ленинского дела, пламенным борцом за мир и коммунизм, и обещалось, что имя его будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества. Словом, Брежнев, фамилия Брежнев, став синонимом реакции, реакции, которая наступила после отепели, и почему-то зовется застоем у нас. Так вот, эта фамилия превратилась в печальный памятник самому себе. Тоже, поскольку у нас сегодня разговор о символах, в символ чего-то такого протекционизма, тотального ханжества. И тень от этого символа падает не только на самого Леонида Ильича, но и на всех его родных. А почему именно неделя? Я думаю, что ты поймешь это после интервью с внуком Леонида Ильича, Андреем Брежневым. Андрей, год назад в неделе я опубликовал статью «Наследнички». Я знаю, что после публикации в отношении тебя последовали свирепые оргвыводы. Да, это действительно так. Я работал в медиа, меня вызвал кадровик и попросил написать объяснительную записку по этому поводу. Хотя бы вопрос упирался не в том, что, как бы это получше сказать, не в то, что правда это или нет эта статья, а в то, что, как в статье было написано, перед у меня на столе стояла бутылка с коньяком. И после этого тебя уволили? Ну, нельзя сказать, что уволили, но после этого был такой прозрачный намек о том, что мне было лучше уйти из МИДа. Я приношу свои извинения, мне очень неудобно, что я таким образом тебя подвел. Значит, тяжело быть Брежневым в 1989 году? Тяжело – это не то слово. Да и раньше было непросто. Пример? Пример раньше или пример сейчас? Сейчас. Ну, один пример стоит перед тобой. Второй примером может служить история с моим братом, Лёней, который был вынужден своего ребёнка, семилетнего, из одной школы перевести в другую, но уже под другой фамилией. И всё только из-за того, что не только дети, ребёнок приходил домой в слезах и говорил, что не только дети, но и учителя. Порой, ну, скажем так… Травят? Травят, да. Перманентный поиск врагов – это сталинский реликт. Вообще фамилия Брежнева ассоциируется не только с генеральным секретарём, Леонидом Ильичём, но и с Галиной Брежневой, супругой печально известного Юрия Чербанова. Ты понимаешь, у них одна семья, у нас другая семья. Что касается меня, я, например, поддерживаю очень хорошее отношение с дочерью Галины Леонидовны Викторией, которая очень близкий мне человек, которой я многим обязан. Ты дружен с Димой Сахаровым, сыном академика. Да, действительно так. Странная связь. Ну, в общем, странно. Мы жили рядом, познакомились лет 15 назад, мы были мальчишками, как все мальчишки дружили друг с другом. Я знаю, что у тебя много друзей было в институте. Ты выезжал на трудовой семестр, на строительство в Казахстан. Неужели у тебя не было возможности при твоем статусе внука генерального секретаря избежать этой трудовой повинности? Ну, я не считал это для себя трудовой повинностью. Я просто хотел туда поехать. Потом большинство моих друзей поехали в этот стройотряд. И я считал, что чем я лучше других. Ровно семь лет назад страна узнала о кончине генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Как и когда узнал об этом ты? Я был тогда на практике за рубежом. Кстати, первый и последний раз. И меня вызвал посол и передал телеграмму, в которой говорилось, что мне надо первым же рейсом прилететь домой. Ну, это меня слегка удивило, потому что, что называется, проколов у меня не было. Ну, и вечером из программы новостей я услышал, что из Москвы передают, что ходят слухи, что Леонид Ильич умер. И смысл телеграммы мне стал понятен. Андрей, последний вопрос, возможно, он покажется тебе неприятным. Многие убеждены, что все Брежневы по-прежнему пользуются номенклатурными влагами. Госдачами, спецпайками, автомашинами и прочим. Ну, никто из Брежневых этими благами не пользуется, кроме моей бабушки Виктори Петровны. Я считаю, что она заслужила это. Я тоже. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!